Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященных тысячелетию присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Сегодня речь пойдет о поистине жемчужине Сурского края на Ровчатском Троицескановом женском монастыре, который широко известен не только в Пензенской области, но и за ее пределами, и насчитывает более чем 300-летнюю историю существования. Троицесканов монастырь был основан в середине XVII века как мужской. Точных документов о названии не сохранилось. По одной из версий, оно произошло от речки Скановой, якобы протекавшей недалеко от монастыря. По другой, Скановым его назвали по фамилии Боярина Исканского, местного землевладельца. Пожар 26 апреля 1676 года уничтожил все деревянные строения. После этого были вновь построены деревянная церковь по имя Святой Троицы, которая просуществовала до пожара 1785 года, и церковь по имя святителя Николая Чудотворца, которая в 1802 году была разобрана в связи с ветхостью колокольни, в которой она находилась. В 1795 году на их месте был заложен новый каменный пятиглавный двухэтажный храм с наружной росписью. Первым его строителем был настоятель монастыря иеромонах Арсений I, а после его смерти – игумен Корнилий. При нем собор расписан иеромонахом Парфентием, он же писал для собора иконы. В нижнем этаже храма был размещен престол во имя Успения Божьей Матери, который осветил настоятель-строитель Корнилий 8 октября 1801 года. В верхнем храме размещен престол во имя Живоначальной Троицы, освященный 29 мая 1808 года настоятелем Архимандритом Израилем. Вокруг храма были возведены многочисленные жилые, служебные и хозяйственные постройки. В 1928 году монастырь был официально закрыт. Восстановление обители началось через 60 лет по инициативе тогдашнего управляющего епархией архиепископа Серафима Тихонова. Саранский вот начинали основывать, когда открылась эта обитель, и мы приехали, как бы, у нас там была общинка, вот этой общинкой мы приехали восстанавливать эту обитель. Эта обитель раньше была мужской. Это было в 90-м году, когда еще епископ был, вы, наверное, знаете, архиепископ Серафим. Знаете, да? Так как епархия была одна, но так как мужчин не набиралось, и нам пришлось, как бы, ну, по благословению мы вот приехали сюда. До этого мы служили в Иоанново-Богословском соборе. Конечно, Владике, как бы, жарко было нас, и, как бы, оставлять собор, как бы, ну, люди нас любили, и, как бы, у нас была общинка. И, ну, так как нужно было, он избрал, как бы, вот первое, вот то, что надо здесь, потому что, как он сказал, нет мужчин, мы мироносицы и должны быть, нести свое послушание. После 60-летнего запустения обитель вновь обрела свое первоначальное назначение, в ней возобновилась монашеская жизнь. Но теперь продолжателями монашеского делания в святом месте стали уже не насельники, а насельницы. Первую службу мы совершали в Великий Четверток, в Великого Поста. Вот, мы, потому что, я, как бы, управляла левом хором, и мои все, они были мне в основном певчие, и вот мы первую литургию совершили здесь, вот, в Великий Четверток. Ну, потом, конечно, вы знаете, в каком состоянии была обитель, милостью Божию, благодаря нашим покойным владыке, он нас не оставлял три года. Он боялся, он говорит, они не выдержат, потому что мы, ну, городские, пусть мы не совсем молодые были, вот, но он боялся. И вот он всегда к нам старался приезжать почти каждый день, каждый день. Он боялся, что мы, ну, просто, грубо говоря, убежим. Ну, нет, мы, конечно, как-то, ну, Матерь Божия нас укрепила, и мы понимали, что такое благословение, тем более архиерея. Вот так вот мы приехали и стали восстанавливать. Потом стали прибавлять сестры, значит, игумень у нас вначале была с Риги, матушка покойная, знаете, да, игумень Митрофаня. Вот, жили, конечно, в страшных условиях. Она тоже приехала из такой обители, которая не скрывалась, там все были условия. Конечно, это не важно, но я просто говорю, и вдруг вот такая разруха, которую надо было восстанавливать. Ну, вот, вот после этого, значит, я уже сказала, стали у нас прибавлять сестры, молодежь, тоже работали, восстанавливали сами вот этот больничный корпус, сами кирпичи подавали. Была у нас здесь такая из Саранска, она строитель, сама, как бы, вложила здание. Вот, женщина, Царствия Божия Анастасия, а сестры наши все, как бы, сами все делали, сгружали кирпичи и поднимали ей. Ну, все было. Главной святыней Троицысканова монастыря не одну сотню лет является Трубчевская икона Божией Матери, которая входит в список чудотворных Русской Православной Церкви и почитается даже за рубежом. Она была написана в 1765 году, наша икона чудотворная, в Челнском монастыре, священно-иноком Ефиме. Как бы считается, что она была написана по просьбе монахов этого монастыря, в связи с тем, что здесь были многократные эпидемии холеры. И вот там она написана в черниговском стиле, эта икона. И в самом городе Чернигове там много икон, я там была как-то, и они все похожи на нашу икону. Вот такое впечатление, что они все чудотворные там. Какая там связь еще была с теми местами, я не знаю, но икона попала сюда, и именно здесь от нее стали происходить чудотворения различные. В честь нее построена церковь, у нас Трубчевская, и считается, что около 11 раз после крестных ходов с этой иконой, значит, эпидемия холеры прекращалась в Наровчате. Празднование иконы совершается 16 октября по новому стилю, по случаю освящения в этот день в обители храма в ее честь. Именно в этот день, в 1999 году, монастырь посетил святейший патриарх Алексей II. В 30-е годы XX века после разграбления и закрытия монастыря икону взяли в Наровчатский краеведческий музей, где она пролежала в хранилище в пыли и забвении почти полстолетия. На образ, с которого были сняты драгоценные камни и серебряная риза, не обращали никакого внимания и использовали его как стол для экспонатов. При очередной описи музейных ценностей напротив строки Трубчевская икона Божьей Матери написали «Утеряна». Но она нашлась в том же запаснике через 18 лет, когда возобновился поиск пропавших ценностей. Ну и сейчас, когда икону вернули в нашу обитель, не сразу, правда, мы ее нашли. Вот монастырь существует с 1989 года женский, но икона тогда не была здесь, не было ее. И потом, где-то через несколько лет, икону эту нашли в запасниках музея, и почти сразу от нее стали происходить чудеса. То есть она сразу засвидетельствовала, что это именно та икона. Вскоре, по благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима, икона в сопровождении Иннокене монастыря Назарии была отправлена в свято-троицкую Сергиеву Лавру на реставрацию, которая длилась в течение девяти месяцев. С тех пор обновленная икона продолжает находиться в Скановом монастыре. Многочисленные паломники с верой и любовью молятся перед чудотворным трубчевским образом. И помогают всем. Вот у меня паломники, особенно в Стамбовской области, значит, город Котовск. Там старшая Татьяна, она вот приезжает, это не я сама хвалю, как бы, хвалю от Матери Божией своей то, что она наша. Нет, я скажу вот о том, что, как она помогает от всех болезней. Вот, например, Казанская, она от слепоты. Значит, все царица, она от онкологии. А наша Матерь Божия, она посылает, она помогает от всех болезней. Вот не я это говорю. Это мне говорят старшие группы, группы, которые привозят из разных городов. И они говорят. Вот так говорит Татьяна, вот, из Стамбовской области. Она говорит, матушка, вот у нас от Масицы, вашей чудотворной иконы, исцелилось 360 человек. Представляете? 360 человек от разных болезней. Я говорю, ты напиши. Мы пишем, везем нетопись, куда заносим вот это вот все данные, ну, какие чудеса творит наша Матерь Божия. Люди сейчас приезжают не только со всего Поволжья, ну, даже, можно сказать, со всей России, можно смело сказать, и даже иногда из-за границы приезжают люди, которые, может быть, бывшие жители нашего Отечества, вот они посещают и увозят с собой репродукцию нашей чудотворной иконы. И вот сейчас вспомнился мне случай, что из Америки одна женщина написала нашей Матушке Гумине письмо о том, что у них было какое-то стихийное бедствие, и она на коленях молилась все это время перед иконочкой, которую увезла от нас, Трубчевскую, и говорит, что в округе все разметала крыши, сносила все, а у нее даже ничего не тронуло. И она с такой радостью нам об этом свидетельствовала, что ваша икона великая, говорит, чудотворная икона, конечно. Ну, и люди с разными, в разных бедствиях, в разных болезнях. И при онкологии, например, еще помнится мне случай, что женщина-медик по профессии из Пензенской области через 15 лет после исцеления от рака, от нашей иконы, рассказала нам об этом. И тоже очень в большом волнении, как бы радостно было ее слушать. Матерь Божия никого не оставляет без своей благодатной помощи. Жительница Тольятти Наталья после молитвы перед иконой и помазание елеем из лампады, находящейся перед ней, исцелилась от болезни спины. Одна из насельниц монастыря болела туберкулезом в тяжелой степени. Врачи назначили операцию. Сестры молились перед Трубчевской иконой и просили помощи Матери Божией. Перед операцией сделали еще один снимок. И медики были удивлены произошедшей переменой. Операцию отменили. Я все паломникам так говорю. Говорю, молитесь, просите. Ну, нужно с верой, с любовью. И опять она не все желания исполняет. Понимаете? Вот как мама, например, родители. Родители, значит, ребенка... Ребенок спрашивает, мамочка, дай мне денежки. А на что, сынок или доченька? Ну, там, на что-то плохое. Мама говорит, нет, сыночек или доченька, я тебе не дам. Так и Матерь Божия, она наша мать. Она знает, что нам нужно, в какое время. И не только наша. Она и Матерь всех, как бы всей Вселенной. И вот паломники, которые вот иногда говорят, что не помогла нам Матерь Божия. Нет, значит, в это время неполезно, просимая. Она знает, когда и чего и кому дать. Кто и зачем едет в святую обитель, об этом тоже ведомо только Матери Божией. Однако, по словам местного экскурсовода Матери Ефимии, паломников от туристов, с первого взгляда, отличить несложно. Ну, я не буду об этом судить, потому что пусть их Господь отличает. Конечно, есть туристы, есть православные туристы, есть неправославные туристы, есть православные паломники. Есть ли неправославные паломники, я не знаю. Может быть, есть такой контингент. Но отличить, конечно, можно. Это, ну, конечно, люди молятся целенаправленно, приехали. Кто-то приехал, допустим, просто посмотреть, как в качестве экскурсии какой-то, а кто-то помолиться. Вот этим они и отличаются. Их, конечно, заметно. Даже по одежде можно отличить. Сейчас в монастыре вместе с матушкой Игуменией проживают 54 насельницы. Это несколько меньше, чем было в период его возрождения, так как многие ушли в мир иной вслед за первой настоятельницей обители в силу почтенного возраста. Сегодня здесь одна схимница, 18 монахинь, 17 инокинь, 15 рисофорных и две простых послушницы. С Омска есть, значит, в Сибири еще от Барнаула есть. Так, с Пензи есть, конечно. Так, мать. С Москвы есть. Да, с Москвы есть. С Саранской есть. Это не мы, это зависит не от нас. Понимаете, это воля Божия такого. Матерь Божия призывает. Это зов Божий. От нас это ничего не зависит. Все делается по воле Божией. Понимаете? Вот. Бывает, вот своих совсем почти нет. Понимаете? Вот Пензенских, ну, Саранского-то у нас есть общинка, еще прибавились из Саранска. А так, вот, это не зависит от нас. Рабочий день насельниц ненормированный. Помимо ежедневных молитвенных правил и послушаний, здесь круглосуточно читается неусыпаемая псалтырь. Однако, по словам матушки, делают это не одни и те же люди. Сестры чередуются между собой, сменяют друг друга днем каждый час, а ночное чтение делят пополам две насельницы. Встаем мы в пять часов. В половине шестого у нас начинается монашеское правило, на котором вычитывается, значит, утренняя молитва, полуноченца, там дальше трехсотница, в которую входит сто, значит, молитвам. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Потом Иисусова молитва и пристай в городе, спаси нас. Вот такая молитва трехсотницы называется. После этого мы читаем. А когда певчих все бывают, а вот летний период, конечно, у нас очень много посушаний, у нас огороды, очень много посушаний. Бывает певчих, не бывает направлений, не хватает. А так мы стараемся петь нараспев, значит, Акафист, наша чудотворная Матерь Божия. Ну, а вот после Акафиста у нас начинается чтение монашеского правила. Три кануна, значит, Спасителю, Божией Матери и Ангел-Хранителю. Два Акафиста – Иисусу Сочайшему и, значит, ну, и Матерь Божия, вот, Трубчевской. Еще мы, конечно, в четверг мы читаем Успению, наш Матерь Божий Акафист. Почему? Потому что у нас храм во имя Матери Божия Нижней, вот. И, значит, в субботу мы читаем Матерь Божию Благовещению. Радуйся невестой невестой, но это тоже нужно. Несмотря на то, что все эти женщины стараются уйти от мира, современными технологиями здесь не гнушаются, но пользуются ими только по большой необходимости. Сотами, телефонами пользуются. Ну, знаете как, я благословляю в две недели раз общаться с родными. Вот, а так они у нас лежат в этой келье благочинной, и, как бы, она знает, кому, кто приходит, и она, как бы, знает, что, ну, через две недели, вот, как бы, как график, что ли. Не график, но такой вот срок, через этот срок, и они получают. Интернетом пользуются только, значит, мои помощницы, начальствующие. Вот, например, как казачья, тоже благочинная, эконом. Вот они пользуются интернетом по необходимости. А так сестры нет. Им это не надо. В случае болезни или смерти, может быть, родственника, близкого человека, можно покинуть монастырь на какой-то? Можно. Ну, а родственник только есть и близких, родителей, а остальных нет. А если болезни, болезни, ну, мы обращаемся в больницу тоже. Обращаемся. Кто терпит, терпит. Кто духом сильный. Надеется на волю Божию. У нас чудоторный кола, Матерь Божия. Вот. Ну, а кто ж не может, то не запрещаю. Обращается в больницу. В своем плотном графике инокини и монахини находят время и для творчества. Кто-то пишет стихи, а кто-то пробует себя в качестве композитора. И не только богослужебных песнопений. Без лесов и возле речки, где хозяйничал пустырь, Вновь красуется святыня, дивный сканов монастырь. Возле галиево братья, что из Киева пришли. И скопались здесь пещеру, в ней себе покой нашли. Решено единодушно, да и грамота дана. Троице единосущной церковь будет создана. И трубчевская икона, их прибежищем была. В годы лютых эпидемий исцеляла всех она. Враг озлобился свирепо, словно лютый зверь какой. Против церкви православной, против агнецы святой. И безбожная гордыня изменила все за миг. Стать главою святыню до безумия проник. Но недолго тем он злобный Возь седал на троне зла. Та потушая лампада Снова ярко вожжена. Пресвятая преснадива Собрала под свой покров Всех решающихся смело Понести труды отцовы Сестры трудятся и помнят Люто скорбь несла до край Знай за все награда будет Все терпи, не унывай Вновь звонят колокола Вновь кротан ведет тропа Вновь жемчужина России Всем доступно и святам Белопарусный корабль Тих плывет степную ширь Каждый проходящий скажет Девинсканов монастырь Каждый проходящий скажет Девинсканов монастырь Ну, конечно, все понимают, что монастырь Это прежде всего маяк духовный Это молитва Но, как сказал апостол Павел, что Кто не работает, тот не ест Вот, значит, поэтому нужно нам Трудиться и работы у нас очень много В монастыре В летнее время это, конечно, в основном Сады, огороды Сейчас вот мы здесь с вами стоим Это сад У монахов здесь до революции Когда был мужской монастырь Был великолепный сад Очевидцы рассказывали Которые вот до советской власти Бабушки старенькие ходили сюда И они говорят, что были хорошие Очень такие редкие сорта Которых здесь нигде в округе не было Нам, конечно, не угнаться за этими монахами Но мы стараемся как можем Здесь у нас разные Разные саженцы И жимолость вот уже сейчас есть Клубника, яблони, груши, сливы, вишни Огород это вот Дальше там у нас огород большой достаточно Отдельно у нас поля Где еще у нас картофель И сенокосные травы там сеют Потому что у нас свои коровы Здесь вот коровник у нас Там, значит, у нас коровы, быки, куры Овец сейчас нет, мы не держим Были у нас овцы Лошадь есть Ну и сестры сами дают коров Сами по возможности Делаем молочные продукты Из этого молока Сепарируем Стараемся, как бы, чтобы себя обеспечить И иногда благодетелей тоже Чтобы люди, которые помогают монастырю Как-то могли попробовать нашу продукцию В последнее время с Божьей помощью Насельницам удается даже продавать Излишки молочной продукции В большом количестве нет Вот совсем немножечко И то только начали Потому что нам нужны средства Мы как-то должны себя окупать У нас идет реставрация У нас постоянно где-то что-то рушится И нужно как-то где-то брать эти деньги Поэтому немножечко сейчас вот стали Излишки продавать Но пока что это все вот так в узко Что уже давно поставлено на поток Так это торговля препаратами На основе лекарственных трав Также выращенных на местных огородах По словам матери Ефимии За ними в монастырь люди приезжают издалека Однако, чтобы везде успевать Монахиням никак не обойтись Без помощи со стороны У нас же скот Коровки Значит, бучки Куры Ну, куры, это ладно Это мы с кормим мы сами Как говорится, их накормим Можно купить там Что-то кормим А для коровок нужно сено запасать А, как говорится, у нас Я вам говорю, не хватает Рабочей силы Несмотря на то, что 54 человека Но из них Значит, у нас еще и старенькие есть А, как говорится, рабочей силы Может быть половина Не больше Вот, понимаете И вот эта рабочая сила Не знаю куда Внутри у нас здесь Значит, начиная Трапезная Просворная Храм Значит, швейная Потом Молочная Где Молочарня Где, значит Перерабатывает Это самое Молоко Ну, это Масло там Сливки Ну, знаете, да Перерабатывает Как молоко Потом, значит Скотный Ну, еще Если Ну, когда время есть Но оно зимой больше У нас есть Рукоделье Потом Швейная Это швейная Ризная Вы понимаете, сколько посушаний Вот И плюс к тому Летом добавляются у нас Огороды Цветник Вот Тут тоже Нужны люди Огороды у нас Немалые В общем Это не тунеядцы Конечно, совсем Без помощи представителей Противоположного пола Сестры обойтись не могут Но все, что им по силам Стараются делать сами К примеру Насельницам Не запрещается водить машину Что многие с удовольствием И делают Не исключение И сама Матушка Игумения Которая почти 30 лет Беспрепятственно совмещала Монашеский подвиг С управлением Автомобилем Сейчас мне не дают Нет, матушка, отдыхай А я так любила У меня Это тоже Я считаю Дар от Бога Не каждый может Водить машину Правда? Тем более Женческие персоналы Мужчины И мужчины И мужчины Даже не все Не могут Не все могут Так что вот Да, у нас Сестры Водят машину Водят Значит у нас Казначей Она сама ездит Ей надо Она никого Не ищет водителя Она села И поехала Водит эконом То же самое Она даже В дальней рейсе ездит Она сама С Москвы Вот Она тоже ездит Сама Везде кругом Это хорошо Понимаете? Должны быть Сестры К счастью Ждать Есть кого Постоянными Помощниками Сестер Являются Жители Соседних Сел Сканово И Новые Печуры Летом В качестве Трудников В большом Количестве Выступают Паломники Для которых Два года Назад Была полностью Переоборудована И отремонтирована Старая гостиница Паломники Приезжают У нас Слава Богу Очень хорошая Гостиница Со всеми удобствами Чистота Я все говорю У нас На Вязанкене Хуже чем В гостинице Даже есть Люксовые Гелии Да Ну Знаете как Вот если Смотря с какой цели Приезжают Вот Некоторые приезжают Говорят Мы вам хотим Помочь Физически Мы вообще С них денег Не берем Ну так у нас За ночлег 100 рублей Я думаю Это недорого Вот Мы их кормим За еду мы не берем Кто вот едет С такими целями На неделю На две Мы вообще Денег всех не берем А кто приезжает Например Просто помолиться Ну вообще Положено Три дня Трое суток То есть Поисповедоваться Причаститься Ну Я допускаю побольше Был бы желание Один молодой монах Спросил у старца Отче Должен ли я теперь Полностью отречься От мира Не беспокойся Отвечал старец Если твоя жизнь Действительно Будет христианской Мир немедленно Сам от тебя отречется Жизнь насельниц Наровчатского Троицысканова монастыря Никак нельзя назвать Иллюстрацией К этой притче Миряне тянутся В эту обитель Нескончаемым потоком Следуя завету Преподобного Исаака Сирина Сближайся с праведными И через них Приблизишься К Богу И на сегодня Это все Напомню Мы побывали в гостях У насельниц Наровчатского Троицысканова Женского монастыря Смотрите новый выпуск Программы Вопросы веры Ровно через неделю На телеканале Союз Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин